АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Более 12 лет я занимаюсь образованием и воспитанием взрослых и детей. Я психолог и ментолог. Кто такой психолог, я думаю, многие из вас знают. Но кто такой ментолог? Ментолог — это специалист, который работает с ментальностью. Или по-другому, с картиной мира. С теми ценностями и убеждениями, которые содержатся в этой картине мира. Я считаю, что все наши проблемы, в том числе и в образовании, находятся у нас с вами в голове. Или по-другому, в ментальности. Ментальность задает нам ту рамку, из которой мы с вами принимаем решения, действуем. Определяем, что есть хорошо, а что есть плохо. Что есть правильно, а что есть неправильно. Что есть добро, а что есть зло. А также формируем наши принципы. Убеждения и правила. Когда ко мне приходят взрослые люди, то им сложно сесть и написать список своих правил, ценностей, принципов, из которых они живут. Из которых они каждый день принимают решения. Конечно, некоторые из них начинают хитрить и говорить, что правила — это очень относительно. Но при этом они не могут мне ответить на вопрос, а почему это относительно? Почему, казалось бы, взрослые люди не могут сходу сказать о своих правилах и принципах? Давайте обратимся к формированию ментальности. Как это происходит? Недавно ко мне приходят двое детей, мальчик и девочка, четырех лет. И начинают бороться за стул, кому достанется место. И девочка говорит, мне, потому что я девочка, а девочкам надо уступать. На что ей возражает мальчик? Нет, мне, потому что я первый пришел, а первым достаются лучшие места. И вот мы с вами слышим уже некоторые шаблоны. Потому что девочкам надо уступать, лучшим достаются лучшие места. И что самое интересное, эти шаблоны не имеют никакого отношения к этим мальчикам и девочкам. Они их взяли, как все остальные от взрослых, которые их окружали. Давайте попробуем эту ситуацию пофантазировать. И, предположим, педагог отдает стул девочке. И уководствуется тем же самым принципом. Ну, потому что девочкам надо уступать. Или она может считать, что в принципе мужчины должны женщинам. А при этом говорит, ну, надо уступить девочке, потому что она же слабее. Что в этот момент может произойти с мальчиком? Ну, он смотрит на всю эту ситуацию и думает. Получается, не нужно обязательно стараться, чтобы получить лучшее место. Потому что лучшие места иногда отдают тем, кто слабее. И, например, он в этот момент может принять решение о том, что вообще не нужно стараться. И перестать учиться. Давайте посмотрим дальше. Вот он взрослеет, он попадает в школу. Он уже взрослый мальчик. И он хорошо учится. Предположим, у него еще этот интерес сохранился. И он добирает равное количество баллов по биологии со своим одноклассником. И педагогу нужно выбрать, кто из них поедет на Олимпиаду. И педагог, уже другой, не выбирает нашего героя. А при этом говорит, ну, ты же сильный мальчик, давай ты сегодня уступишь. Если до этого момента у ребенка еще какой-то интерес к обучению сохранялся, то после этого он исчез навсегда. Зачем? Зачем мне стараться? Потому что все равно помогают слабым. Потому что все равно уступают слабым. Может быть, и не стоит. И вот мы уже можем получить на выходе взрослого мужчину, который, например, никогда не станет руководителем крупной компании. Потому что для этого не нужно стараться. Отсюда вывод, что формирование вот таких вот принципов, правил, оно происходит совершенно нерефлексивно и неосознанно. Второй момент. Я расскажу историю про моего очень хорошего друга. Когда он был ребенком, мама ему сказала, девочек обижать нельзя. Естественно, не пояснила почему. Ну, хорошо, такое правило. Проходит время, он возвращается со школы, и та же самая мама ему говорит, при этом он плачет. Что случилось? Девочки побили. И мама отвечает, а почему ты им сдачи не дал? Один и тот же человек задает представление, где с одной стороны девочек обижать нельзя, а с другой стороны нужно уметь постоять за себя. Возникает коронитивный диссонанс, возникает столкновение представлений. Как это может повлиять на будущего мужчину? Когда он вырастет, предположим, он, скорее всего, будет избегать конфликтов, особенно с женщинами. Ну, почему? Потому что если он будет вступать в конфронтацию, он может причинить ей боль, а ее обижать нельзя. С другой стороны, он не будет идти на уступку, потому что если он уступит, тогда он не будет отстаивать себя. Конфликт. И он будет выбирать только единственную стратегию поведения, уход, и не решать конфликты. С одной стороны, ментальность формируется без критики, а с другой стороны, противоречиво. И таких ситуаций в образовании мы можем наблюдать много. Когда двойные послания происходят от педагогов. Когда педагог говорит о том, что кушать нужно в столовой, а сам уплетает булочку за рабочим столом. Или, например, говорит о том, что нужна вторая обувь, у нас тут порядок, а сам ходит в сапогах по классу. Ну и дети считывают эти противоречия. Можно ли сформировать непротиворечивую личность? Можно. Но это очень тяжелый и трудный процесс. Я немного расскажу о том, как мы это делаем с коллегами. Я, поскольку работаю в ментальном подходе, ментальный подход, немножко история, когда-то вышел из педагогической практики. Как это было? В обычной школе стали преподавать философию. Помимо прочего, преподаватель Алексей Мурашов стал еще вести философский клуб, где с детьми, со старшеклассниками, разговаривал на различные темы, на которые так получилось, и с ними никто никогда не говорил. О свободе, о любви, о развитии, о счастье, о том, почему это правильно. И через какое-то время с детьми стали происходить изменения. Как это выглядело? Кто-то из них стал писать картины, кто-то стал лидером в классе, хотя ничто на это не указывало, а кто-то стал писать фантастику. Сначала подумали, что это случайные события, и вряд ли они связаны. Но нет. Выяснилось, что когда с людьми разговариваешь про их важное, то происходят изменения. И вот дети стали меняться. Дальше встал второй вопрос. Как сделать так, чтобы эти изменения сохранились, и дети могли с этими изменениями идти дальше? А почему этот вопрос встал? Потому что дети были лучше своих сверстников. Как у нас обычно в культуре относятся к тем, кто лучше? Давайте вспомним. Как их называют? Белая ворона, не от мира всего. Что им обычно говорят? Ну что, ты самый умный, что ли? Ну что, тебе больше всех надо? И тогда был придуман ментальный подход для того, чтобы изменять, чтобы эти изменения закреплять. Одной из особенностей в ментальном подходе является задавание вопросов. Причем задавание вопросов к очевидным вещам, которые для нас очень часто кажутся само собой разумеющейся. Однажды мы делали эксперимент с детьми 4-5 лет, где разговаривали про детскую ментальность. Конечно, это было с родителями. И детям ведущий задал вопрос. А что значит быть приличным? Как вы думаете, что в 4-5 лет может отведеть ребенок? Ну, они точно так же массово стали выдавать шаблоны. И шаблон это был следующий. Быть приличным — это когда тебя не ругают. Ну и дальше с детьми шел разговор на эту тему. А что вообще значит быть приличным? А почему так важно быть приличным? А что они думают и как относятся к тому, когда видят, что кого-то ругают, постороннего ребенка? Почему они связывают приличие и наказание? Как они это связывают? Зачем они это связывают? И у детей случилась рефлексия. Дети стали выдавать свои ответы. Не шаблоны, которыми их научили, а свои. И, в общем, некоторые даже отказались от этой связи. Как это делаю я, когда я работаю с детьми? Например, как я задаю вопросы? Два мальчика, 2-2,5 года. И один у другого нарисовал на лице фломастера. Что делают в большинстве случаев взрослые люди? Они, как правило, говорят, иди умойся. Ну и начинают забирать фломастер. Да, конечно, есть педагоги, кто выясняет ситуацию, но это скорее исключение, чем правило. Я спрашиваю. Дима, скажи, пожалуйста, а зачем ты нарисовал на лице у Вани? Что происходит с Димой, когда он слышит этот вопрос? Он сжимается. Он начинает бояться. Он думает, что я сейчас его буду наказывать. А теперь давайте вспомним взрослых, которым задается такой же вопрос. А ты зачем это делаешь? Вариантов немного. Они либо закрываются, либо агрессируют, либо говорят, а что не стоило? Это всего лишь вопрос про мотив. Это вопрос про смысл. Это вопрос про цель. Ты для чего это делаешь? Не почему. И это очень важно. Мальчик мне через какое-то время отвечает. Я хотел играть. И вот он мне выдает свой мотив. Я уже как педагог предлагаю ему другие варианты взаимодействия. Но при этом интересуюсь, почему. Для взаимодействия он выбирает именно Ваню, а не кого-то другого. Формирование личности — это всегда очень тяжелый процесс. И это всегда нужно смотреть на ребенка. Ребенку важно задавать вопросы. Потому что только через вопросы мы готовы, мы способны создать здоровую коммуникацию. Когда ребенок видит, что ему задают вопросы, он вообще-то научается задавать вопросы не только другим, но и себе. И тем самым он развивает свое мышление и избавляется от шаблонов. Расскажу еще один момент. Сейчас очень популярно развивается так называемая непроективная педагогика. В чем суть? Когда ребенку предоставляется свобода, и педагог отдает решение ребенку, чтобы он сам мог выбирать, решать, возможно ли это на самом деле. Я считаю, что нет. Потому что в лучшем случае педагог отдает решение семье и родственникам в худшем интернету, телевизору и просто проходящим людям. Да, педагог не влияет, но влияют другие. Влияет семья, влияет интернет. Поэтому здесь есть еще один момент, который мне бы хотелось сказать. Не только важно задавать ребенку вопросы, ребенку еще важно говорить о своих позициях тоже и объяснять, почему вы так считаете. И ответ вырастешь, узнаешь, не самый лучший. Или девочек нельзя бить, потому что они слабые, но тоже не подходят. Если вы сами себе не можете ответить на эти вопросы, скорее всего, есть сложности с позицией. И было бы неплохо про нее подумать. А почему я действительно так считаю? А когда я решил так думать? Для чего я решил так думать? Какой мой мотив? Именно так мы можем научить ребенка мыслить самостоятельно. Многие мои друзья-педагоги всегда, очень часто мечтают о таком инструменте в образовании, что вот мы сейчас придумаем из серии классную лазерную доску, либо пять компьютеров на каждого ребенка, еще много-много разных технологий, и у нас как все образуются. Образование — это не инструмент. Образование — это всегда передача картины мира. И от того, как она отрефлексирована у самого педагога, настолько и будет успешно образование. Итак, ментальность формируется неосознанно, в раннем детстве. Она транслируется взрослыми нерефлексивно. Поэтому любое образование детей, на мой взгляд, нужно начинать с образования педагогов, взрослых. Ну и напоследок еще раз мысль о том, что только непротиворечивая картина мира или ментальность взрослого человека способна формировать и создавать непротиворечивых детей. Спасибо.